Первое место с результатом 89 баллов. Это Дмитрий Тихомиров. Друзья, ваши аплодисменты! Да, вот спасибо большое. Покажем мы сейчас трассу. Есть у нас три клиппинг-зоны и есть одна. Один клиппинг-поинт и одна зона Touch&Go. Если мы с вами правильно посмотрим, то вы увидите перед зоной Touch&Go две такие полосочки. Это внешняя траектория трассы. Нельзя ни в коем случае передними колесами первому, соответственно, заезжать за пределы внешней трассы, внешней границ трассы. Дальше 7 баллов у нас в первой оутсайд-зоне. Во второй, в третьей оутсайд-зоне 6 баллов. Зона Touch&Go 5 баллов оценится и один клипп 5 баллов. Вот вы можете сейчас подробно посмотреть на экране. Итак, друзья, у нас одиночный проезд. Нету пары в ТОП-16 у Дмитрия Тихомирова. Кстати, мы забыли сказать, что Дмитрий Тихомиров нас всех вчера приятно удивил именно на этой трассе. И расскажем немножко про его историю. О том, что он дебютант. Я уже говорил. А, ты уже говорил? Извини, пожалуйста, я прослушал тебя. Ну, на самом деле мы с тобой разговаривали еще по поводу твоего, так сказать, начала в дрифте. Друзья, давайте поаплодируем по Дмитрию Тихомирову. На отличный проезд Аркадия Пучинина и Ильи Архипова. Дерби двух BMW. Итак, друзья, идем дальше. Разгоняются пилоты под Аркой ТОЯ. Давайте посмотрим. Хорошая здесь Фуридаша была. В принципе, пока по заданию едет Аркадий Пучинин. Перекладывается. Здесь, смотрите, отлично собирает клип. Не нарушая внешнюю границу трассы. Перекладка. Очень хорошо. И вот он, финиш. Ну, друзья, ваши аплодисменты. Итак, друзья, меняются пилоты местами. Догоняется сейчас Аркадий Пучинин своего нарушителя, как это говорится. Смотрите, сразу же заезжает в базу. Фактически успевает подъехать в первую оудсайд-зоне. Пытается от него. Пытается сейчас уехать от него Илья Архипов. Но не так-то все просто. Итак, здесь на перекладке зону Touching Go. Есть вопросы с коррекцией Ильи Архипова. И вот он, финиш. Итак, давайте посмотрим. То, что сегодня такая прекрасная погода. Зацеп абсолютно одинаковый на всей трассе. Не знаю, Федю, почему у тебя вообще не получилось сегодня выехать, ты расскажешь после этого заезда. Итак, Мацко Максим и Куренбин. Две Мазды и Рекси. Под капотом одной находится рядная шестерка, два GZ-GTE, а уже у преследующей машины непосредственно родной ротор. Объем двигателя 1,3. Да. Но при этом, при всем, он еще турбированный. Не попадает, к сожалению, в клиппинг-поинт. Максим Мацко, но не обязательно ему это сделать. Нужно было хоть каким-то образом сократить расстояние от лидера и не успевая даже в третьей оуцинт-зоне догнать своего соперника. Вот он на старте Максим Мацко. Давайте поаплодируем. Успели все-таки инженеры. Подготовить его в автомобиле, заезду проезжает сейчас вороться Тойта-Айрс. Ну, давайте посмотрим. Немножко узковато ставится Максим. Но смотрите, близко, в принципе, был Иван Куренбин. Сбил всю траекторию себе абсолютно Максим Мацко. Кривоватенько здесь, конечно, было. Но все равно пытается Иван показать свой скилл, показать свой уровень. Друзья, ваши плейсметы! Вытянуть даже такую трассу на 235-х шины. И на BMW 46, другая 36, ну и разные немножко спеки. Но пока смотрим с вами заезд. Разгоняется Феликс. Резкая была постановка достаточного Феликса Чипахаяна. Широко. Опять что-то происходит с двигателем у Феликса Чипахаяна. Слышим мы, как не работает у него пару цилиндров. Дополнительные какие-то звуки из выхлопной системы Феликса. Но пока вроде бы все здесь ровно. Он уже окончательно отвалился и заезд 100% был бы... В принципе, да. Я считаю, что Денис сделал все правильно. Давайте посмотрим обратную сторону этого заезда. Первым едет Денис Мегаль, разгоняется. Преследует его Феликс Чипахаян. Хорошая постановка резко была в роли догоняющего. Очень близко в базе, прям едет. Посмотрите, хорошая перекладка. Бампер в бампер. Немножко на внешнюю траекторию сваривается Феликс Чипахаян. Денис Мегаль, к сожалению, не успевает собрать вторую полсайт-зону и создает некоторые проблемы есть у Феликса. Как будто была какая-то нехватка мощности. Интрига. Есть. Давайте посмотрим. Сергей Щербаков, Антон Сваринский и Дмитрий Доборовойский. Даже выигрывали, проходили дальше. Естественно, у Феликса опыта больше. Звание больше, наград больше. И тут вот происходит такая ситуация. Я думаю, Денис очень рад. Ну а пока, друзья, посмотрим на следующий заезд. Первым номером представитель Санкт-Петербурга на BMW E46. Сергей Горбатенко. Представитель Владимир Кашкадан. Есть проблемы у Владимира. Двигается он прямо по трассе. Сергей, кстати, едет неплохо для первого номера. Вот он на старте Владимир Кашкадан. Друзья мои, ваши аплодисменты. Горбатенко Сергей по вторым номерам. Первым едет у нас представитель Германии. Открытый багажник. Открытый багажник внизу с выхлопом что-то или что-то внизу подняется. Образный ухл. К сожалению, опять распрямление. Возможно, слетел ремень. Но Сережа сзади тоже не сдается. Он хочет продолжить дрифт. Все-таки он хочет сегодня покататься с Вовой. Друзья, ну на самом деле, да, не удалось, не удалось этому пилоту приехать сюда. Давайте еще раз поаплодируем Владимиру Кашкадан. На трассе. Итак, друзья, представляем вам участников следующего заезда. Итак, Глеб Шааб и Семен Молотков. Глеб, кстати, повесили РДС Урал. Ездит он на большом части, резотом кузове. Итак, делает постановку. Семен, немножко... Ой-ой-ой, вот сейчас было опасно. Запасно. Глеб попытка уехать. Ой-ой-ой, распрямляет. С задними колесами цепляет пределы... Выезжает с предела трасс, цепляет Граве, его распрямляет. И вот сейчас ожидает спасателей. Отдали пять минут Глебу Шаабу. Судя по всему, будут просто... Замена колес запрещена. А это СССР-20, но это только в одной команде. Слушай, вот ты сейчас начал разговаривать как истинный сибиряк. Вот на третье место это СССР, когда поставил. Я думаю, что мы попозже узнаем, что произошло у Глеба. Может быть, порвалась, собственно, покрышка. Теперь мы влюбуемся заездом этого замечательного человека. Очень интересный комментарий. У тебя такие оговорки по Фрейду. Мне нравится по поводу Тимофея Кошарного. Ну, он же мог первое занять, да? Ну, да. Давайте посмотрим этот заезд. В роли лидера Тимофея Кошарный. Преследует его Андрей Черногорцев. Хорошая постановка была у Тимофея. Я скажу так. Ох, вот это воу-эффект. Это настоящий флюидити. Посмотрите, широко очень поехал Андрей Черногорцев. Не видим мы его, к сожалению, сейчас на экране. И очень стабильно, очень стабильно, с дымом и спокойно финиширует оба пилота. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Да простите меня. Очень много регалий. То есть за рулем он достаточно давно. Очень давно. Очень давно. Друзья, давайте посмотрим. Преследует сейчас Тимофей Кошарный. Неплохая была постановка, кстати. У Тимофея... И здесь Тимофей должен был исполнить, но увидел то, что Андрей Черногорцев, к сожалению, ошибся. Не справляется с темпом лидер Тимофей Кошарный. Все-таки стоковый GZ под капотом в Nissan Silvia. Еще и при этом, при всем, мы слышим, что какая-то... Как будто какая-то катушка вышла из строя у Андрея Черногорцева. Друзья, почему так не ка Санкт-Петербург? Либо под короткую трассу, либо под такие трассы, как Сочи, МРВ. Прокомментируй, пожалуйста. Можно, пожалуйста, мне только что сообщают в рацию. За второй проезд оба получают по нулю, но когда Тимофей Кошарный ехал первым, он выглядел намного лучше. И убедительный. И убедительный. Следующий заезд, дамы и господа. Александр Сиверцев и Станислав Степанов. Все прекрасно знают то, что Александр Сиверцев является судьей RDSGP. Сегодня он признался мне то, что фактически два года не был за рулем своей Сильвии. Ну и неплохо сейчас справляется, дамы и господа. Смотрите. О, очень хорошо на опережение попытался переложиться Станислав Степанов, распрямляясь, к сожалению, к клиппинг-поинту. Продолжает движение дальше Александр Сиверцев и пытается, пытается Станислав догнать его раньше, перекладываться, к сожалению. Дрифтит, но мы с тобой прекрасно понимаем то, что все зависит из-за веса автомобиля. От заданий много чего зависит. Дрифтить можно в любом, на чем угодно, хоть на велосипеде. Просто ты не попадешь туда, куда тебе надо попасть на этих ставочках. Станислав Степанов, постановка преследует Александр Сиверцев. Немножечко сбавил угол сейчас Саша, чтобы быть более стабильным за этим пилотом. Пытается подъехать, посмотрите, что творит-то. Посмотрите. Не впадает в клиппинг-поинт Станислав. На своем скалании R32. Перекладка здесь, кстати, очень хорошо. Увидели мы, как плюнул огнем, плюнул огнем Nissan Silvia S14. Друзья, ваши аплодисменты! Потому что мощности очень мало в этом автомобиле, всего 280 миссалождиных сил. Что справа, тут учитель, что слева, тут ученик. Ну, давайте посмотрим на битву учителя и ученика. Первым у нас едет Дмитрий Тихомиров, Аркадий Пучинник. Будет его преследовать, сейчас включает мигалки и... Ох, хорошей постановкой. Как резко, как резко справился Дмитрий Тихомиров. Немного уменьшает угол Аркадий Пучини. В этом месте, смотрите, без труда подъезжает к своему оппоненту. Также перекладывает синхронно. Смотрите, очень хорошо и здесь. Синхронно золотачен гол. Ой-ой-ой-ой, Аркаша, что происходит? Это уже другая, совершенно другая история. У Аркадия Пучинина стояло колесо на минус 10, наверное, и погнуло кулак и рулевую тягу. Ну а пока посмотрим заезд, где представителем Дмитрий Тихомиров ставится сразу же в базу. Какой... Очень хорошо, Аркаша пока едет в первый номер, но, к сожалению, чуть-чуть травматизируется. Здесь распрямление у Дмитрия. Не смог отработать темп лидера. Ой-ой-ой, очень гудко. К сожалению, да, я вижу тоже ошибку Аркашу. Он хотел чуть-чуть раньше переложиться в большом углом, но, к сожалению, у него этого не получилось. По поводу «Слишком я давно в дрифте». Да-да-да. Его ошибка по поводу распрямления полуразворота была более... Критична. Более критичная. Ну, мы смотрим следующий заезд, друзья. Денис Мигалев, Иван Курин. Смотрите, как будто топ-32 RDSGP. Итак, смотрим, постановка Иван Куринвина тут же сразу же в базу заезжает. О-о-о! Денис, вытаскивай, жми газ, пожалуйста. Посмотрите. Да-да, посмотри, все получается. Сразу же вовнутрь заезжает переклиппинг-поинтом. Не отпускает ни на минуту. Друзья, я вас сейчас попрошу поаплодировать. Это реально было сейчас круто. И вовнутрь, вовнутрь заезжает Денис Мигаль. Взял победу Бесегов Андрей, который сейчас, кстати, почему-то вообще в Башкирии увидел сторис. Непонятно почему. Давайте посмотрим следующий заезд, не будем отвлекаться. Денис Мигаль. Чуть-чуть. Хорошая постановка сразу же вовнутрь. И теперь главное Денису не перенервничать. Сразу же вовнутрь пытается заехать Иван Куренбин. Здесь, смотрите, более-менее стабилен. Ваня, непочли были помарочки. Здесь прям едет в базе у Дениса. Так, Зоа Тачин Гоу. Есть. Ооо, дорогие друзья. А теперь... Поэтому мы продолжим смотреть заезд, а потом я расскажу тебе. Спасибо большое, друзья. Идем дальше. Иван Куренбин, Денис Мигаль. Первым номером у нас двигается Иван Куренбин. Хорошая была постановка в роли лидера. Почти бэкордом заехал Денис Мигаль. Здесь приходится ему распрямляться, ждать Ивана Куренбина. Когда он переложится, фактически удается сцепить покрышку передним бампером. Здесь все ровно. Смотрите, хороший ход. Синхронная перекладка. Зоа Тачин Гоу. Да. Ваня проехал отлично. И машин. И машин. А пока, друзья, смотрим на следующий заезд. У нас лидер в этом заезде Денис Мигаль преследует его Иван Куренбин. Здесь была хорошая постановка. Чуть попозже поставился Иван Куренбин. Но в том же угле перекладывается. Пытается подъехать в Иван Куренбин. Но пока держит расстояние. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фактически было касание. Но, по крайней мере, точно не могу вам сказать. И дальше игра в догонялки. Зоа Тачин Гоу. Да. Итак, друзья, нам говорят, что... One more time! Иван Куренбин и Денис Мигаля. Повнутрь. Ой-ой-ой-ой-ой! Да. Ой-ой-ой-ой. К сожалению, увы. Ну как же так, Денис. Тебя все верили, болели за тебя. Но по-прежнему эти аплодисменты для вас, уважаемые пилоты! Говорит сейчас руководитель гонки. Дан Старт. Первым номером у нас сейчас поедет. Денис Мигаль преследует его Иван Куренбин. Здесь в Фуридаше не совсем близок на постановке был Иван Куренбин. Пытается догнать всяческим способом, пытается всяческим способом догнать. Тут у нас зона Тачин Гоу, в принципе, была пройдена. И финиш! Сергей Горбатенко, старт номер восемь. И Молотков Семен, стартный номер шесть. Итак, аж смотрим мы, как стартуют пилоты. Все верно. Постановка. Немного приотпускается его соперника. Посмотрите, какой угол у Сергея Горбатенко. Очень достойный. Вовнутрь, в маленьком угле, используем ручейка, пытается заехать Семен Молотков. Но почему-то не совсем удается. Ему это отпускает больше, чем на 3-4 корпуса Сергей Горбатенко. Дан Старт этому заезду. Преследует Семен. С первым едет Семен. Сергей Горбатенко преследует его. Не падает в первую оунсайд-зону Семен Молотков. Перекладка вовнутрь. Заезжает Сергей Горбатенко. У него это прекрасно получается. И, к сожалению, с задним левым колесом за пределами трассы был Семен Молотков. Здесь попадает в зону Touch and Go. Открывает полностью газ. И полностью третий оунсайд-зон. Вся за ним. Отлично. В 80-м кузове. Давайте посмотрим на... Итак, и сейчас на старте очень интересная пара, за которой я хочу сейчас с вами вместе понаблюдать. Это Тимофей Кошарный и Александр Сиверцев. Давайте пошумим! Представители RDSGP. RDS Team, я бы сказал. Да, и даже RDS Team. Сейчас одно удовольствие. Я даже ничего не буду говорить, как это, Истас. Пожалуйста. Давай посмотрим и насладимся. Пожалуйста. Ты такой, что делай дальше? Я видел, бывали такие случаи, то, что обгоняли в заезде друг друга пилоты. Давайте посмотрим в следующий заезд, друзья. Только под ваши аплодисменты. Александр Сиверцев очень качественно выполняет фуридаши. И вовнутрь заезжает Тимофей Кошарный. Здесь идеальная была перекладка. Также собирает клиппинг-зону, попадает на клиппинг-поинт. Не успевает Тимофей Кошарный за лидером этого заезда. Пытается фактически угнаться. Очень все хорошо происходит и очень стабильно Александр Сиверцев. И вот решится эта битва. Потому что мы на первом этапе РДС Запад в Санкт-Петербурге. И под ваши аплодисменты поехали. Сергей Горбатенко и Александр Сиверцев первым едет в БМВ. В кузове седан очень широко здесь проезжает. Первый от сайдзон. Очень близко Александр Сиверцев сейчас был. Небольшая корректировка. Очень большая корректировка. К сожалению, Сергей Горбатенко сам сломал себе эту всю историю. Из-за того, что хотел ехать еще шире. Про то, что я тебе говорил. Как же было хорошо, друзья. Как же было круто. Была синхронная перекладка. Много дыма. Поедет Александр Сиверцев. Преследовать будет его пилот из Санкт-Петербурга. Сергей Горбатенко на БМВ Е46. Абсолютно разные базы автомобиля. Разные двигатели. В8 против 2GZ. Так разгоняется Александр Сиверцев. Хорошая была постановка. Очень близко, в принципе. Достойный ей Сергей Горбатенко. Посмотрите, заранее переложил. Заезжает сразу же в базу. Здесь замедление. Промахивается мимо внутренней флиппинг зоны Саши. Кстати, выезжает на внешку. Здесь зона тачин-гоу. Синхронная перекладка была сразу же вовнутрь. Смотрите. Вот параллельный дрифт. Саша внутрь держится Сергей Горбатенко. Да. Видно. Судейской вышки абсолютно по-другому. Стартовый номер один, как ни странно. Одиннадцатый должен быть, да? Да. Ну что, поехали. Дан старт. Судьи готовы, зрители готовы. И разгоняется атмосферная BMW E3 с мотором M40, M60, M40. Здесь, смотрите, собирает первую олсайд-зону. Несмотря на то, что огромная разница. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратней! Нет! Итак, хороший постановка. О-о-о-о! На «Андерстилью» прямо уезжает фактически с трассы, но удержал свою позицию дверь Тихомирова. Пытается, смотрите, догнать. Пользуется балансом и весом своего автомобиля. Здесь тоже очень все хорошо. И вот он к финалу, к финишу, фактически догоняет своего оппонента. Давайте искупаем в овациях Диму Тихомирова. Автомобиль немножко в другом формате. Итак, дамы и господа, в этом заезде выигрывает Иван Куринбин в Санкт-Петербург. Первым у нас, так как вышел в квалификации, первым у нас едет старт номер 55. Это Дмитрий Тихомиров. Дмитрий Тихомиров преследовать будет в этом заезде сейчас его Сергей Горбатенко. Давайте посмотрим на экраны и увидим. Вот питерское дерби прямо сейчас перед вами. Проезжает Тарко Тойе Тайрс. Разгоняется вся мощь баварского автомобилестроения. Нажимает газ, собирает. Смотрите, собирает первую цайт-зону Дмитрий Тихомиров. И опять фактически чуть ли не произошла. Даже ошибка нет. Нет, ну что же такое? Явно был громадный угол. Фактически остановился Сергей Горбатенко. Но только под ваши аплодисменты. Это ЛС-1 на BMW E30 установлен M60 B40. 4 литра V8. Также атмосферный, поэтому битва от V8. Так, хорошая постановка Сергей Горбатенко. Пытается через внутренний радиус. Через внутренний радиус пытается догнать. Дмитрий Тихомиров, смотри, здесь подъезжает Той. Отрабатывает. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, аккуратней. Было сейчас очень близко, но не задели они друг друга. Не задел Дмитрий Тихомиров, Сергей Горбатенко. И опять пыльник. Ну что ж такое-то, а? Я задам тебе вопрос, потому что здесь трансляцию будет видно. Старт номер 11 против старта номера 7. Будет жарко. Как отрезал. Дмитрий Тихомиров, Сергей Горбатенко. Дмитрий Тихомиров, Сергей Горбатенко. Друзья, здесь будет происходить награждение. Я думаю, что вы нужны будете обязательно здесь, на трассе автодрома СПБ, прямо возле третьей от сайд-зоны, чтобы поздравить победителей первого этапа российской дрифт-серии «Запад». Третье место занимает пилот на BMW E30 с мотором 60 B40. И это Дмитрий Тихомиров. Третье место. Второе место. Третье место. Первое место. Представитель Санкт-Петербурга. Иван Куренби. Громче, громче, громче. Давайте не скупаем овациях. Вот они, тройка победителей первого этапа российской дрифт-серии «Запад». Сегодня здесь фото на память, конечно же. Ну и по традиции нужно открыть шампанское. А почему так тихо? Спасибо, друзья. Увидимся. До скорого.